Добрый вечер, дорогие мои юные друзья! Усаживайтесь поудобнее у телевизионных экранов и слушайте продолжение сказки о царе Салтане. Сын подумал, добрый ужин был бы нам, однако, нужен. Ломит он у дуба сук и втугой сгибает лук. Со креста снурок шелковый натянул на лук дубовый, тонкую тросточку сломил, стрелкой легкой завострил и пошел на край долины у моря искать дичины. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто стон. Видно, на море не тихо, смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и плещет, воду в круг мутит и хлещет. Тот уж когти распустил, клев кровавый навострил. Но как раз стрела запела, в шею коршуна задела. Коршун в море кровь пролил, лук царевич опустил. Смотрит, коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь около плывет, злого коршуна клюет. Гибель близкую торопит, бьет крылом и в море топит. И царевичу потом молвит русским языком. Ты, царевич мой спаситель, мой могучий избавитель. Не тужи, что за меня есть не будешь ты три дня. Что стрела пропала в море, это горе, все не горе. Отплачу тебе добром, сослужу тебе потом. Ты не лебедь ведь избавил, девицу в живых оставил. Ты не коршуна убил, чародея подстрелил. В век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду. А теперь ты воротись, не горюй, не спать ложись. Улетела лебедь-птица, а царевич и царица, Целый день проведши так, лечь решились натощак. Вот открыл царевич очи, отрисая грезы ночи. И, дивясь перед собой, видит город он большой. Стены с частыми зубцами и за белыми стенами Блещут маковки церквей и святых монастырей. Он скорей царицу будет, так как ахнет, то ли будет. Говорит он, вижу я, лебедь тешится моя. Мать и сын идут к ограду, лишь ступили за ограду. Оглушительный трезвон поднялся со всех сторон. К ним народ навстречу валит, хор церковный бога хвалит. В колымагах золотых пышный двор встречает их. Все их громко величают и царевича венчают Княжей шапкой и главой, возглавшают над собой. И среди своей столицы с разрешения царицы В тот же день стал княжить он. И нарекся князь Гведон. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах на раздутых парусах. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся, На знакомом острову чудо видят наяву. Город новый, златоглавый, Пристань с крепкою заставой. Пушки с пристани палят, Кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гведон зовет их в гости. Их он кормит и поит, И ответ держать велит. Чем вы гости торг ведете? И куда теперь плывете? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, Торговали соболями, чернобурыми лесами, А теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, Мимо острова Буяна, В царство славного Салтана. Князь им вымолвил тогда, Добрый путь вам, господа, По морю, по океану, К славному царю Салтану. От меня ему поклон. Гости в путь, А князь Гведон С берега душой печальной Провожает бег их дальний. Глядь, поверх текучих вод Лебедь белая плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, Что ты тих, как день ненастный, Опечалился чему? Говорит она ему. Князь печально отвечает. Грусть тоска меня съедает, Одолела молодца, Видеть я б хотел отца. Лебедь князю. Вот в чем горе, Ну послушай, Хочешь в море Полететь за кораблем? Будь же, князь ты комаром! И крылами замахала, Воду с шумом расплескала, И обрызгала его С головы до ног всего. Тут он в точку уменьшился, Комаром оборотился, Полетел и запищал, Судно на море догнал, Потихоньку опустился На корабль И в щель забился. Ветер весело шумит, Судно весело бежит, Мимо острова Буяна К царству славного Салтана, И желанная страна Вот уж издали видна. На этом сказка не заканчивается, Ее продолжение вы узнаете завтра, Дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас, Сейчас пора посмотреть мультик И готовиться ко сну. А я прощаюсь с вами до завтра, И желаю спокойной ночи.